Нифига себе пышечка какая прошла, вот эта бомбочка, а там какая-то худощавая, неинтересно. Ах да, приветище! Это, это симулятор перерабатывальщика мусора. И сегодня, сегодня мы будем тестировать парочку вещей, которые мне посоветовали в комментариях. Ну, во-первых, я узнал, что оказывается в сделках не нужно переписываться. Ну, в смысле, сейчас вот откроем какую-нибудь сделку. Вот. Здесь можно печатать цифры. Спасибо комментатору, кто это написал. Ты великолепен, потому что я бы не догнал вообще. Я пробовал здесь писать привет, там, пока, я не хочу ничего брать, слишком дорого и все такое. Смотри, он предлагает стоимость 127 баксов. Нет, нам это не нужно, нам нужно что-нибудь другое. Куда бы нам поехать? Вот в новое место, например, да, 150. 150. Заходим в сделку и говорим, не, 150 это слишком дорого, давай за сотку. За сотку мы поехали бы. Могу дать тебе 100. И ждем. Это слишком дешево, 147. Да ты серьезно, 3 бакса, какие 147? Ладно, давай типа 140. На 140 договоримся? Что ты думаешь о 140? Договорились. Прикинь, 10 баксов скинул, сэкономил, считай, заработал. Красава. Можно ехать за 140. Договор. Обалденно, спасибо за этот комментарий. Я думал, что... Фонарик, как вырубить тебя? О, я-то думал, что это чисто, ну, визуал. Никак взаимодействовать нельзя, а оказывается, можно. Это классно. Еще мне посоветовали, короче, взять рохлю, закинуть на нее палет и попробовать погрузить весь мусор переработанный. И посмотреть, можно ли это все дело увезти на одном палете, чтобы не бегать туда-сюда, туда-сюда. Просто экономно же выйдет. Короче, эта коробка не так, как материалы переработанные, магнитится на палет. Даже если просто так кинуть, мы сейчас попробуем. Сюда, как бы, все все равно ящики не влезут. Но я сейчас аккуратненько какая-то. Ну, вот видишь, что получается. Давай рохлю хотя бы привезем и посмотрим, может ли она ввести это. Или пока я буду ввести, все растрясется и потеряется к чертям. Так же, по поводу инверсии рохли. Мне говорили в комментариях, что посмотри в настройках, там может быть инверсия рохли. Но нифига такого тут нету. Так что, как бы, я продолжаю с ней мучиться. Подкатываем свои вилочки. Поднимаем. Ну, в целом, это работает. И оно даже не падает. Оно трясется, но оно не падает. Классно. Подожди, а есть ли... Стой, 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 стой. Оно, как бы, получается, сейчас зафиксировалось же. Я выхожу. Также в комментариях... А, смотри, упал. Упал один коробец. В комментариях также написали, что рохли больше подходит название рофля от слова рофл. В целом, в этом есть какая-то истина даже. Значит, вот так. Сверху, если я накину коробочки, что будет? Надеюсь, что-нибудь получится. Не падайте, не падайте, нет! Все вываливается. Да черт, это сложно. Я бы быстрее уже сам в одиночку перетащил. О, все, короче. Вот я балбез, это серьезно. Ну, написано же слева. Бросить и либо место. Что такое место? Это значит положить на место. Вот таким вот образом. Сейчас я аккуратненько все скомпоную. И все, и ничего кидать не нужно. И тогда можно все увести. Я уже который день играю в эту игру. И, короче, мне еще учиться и учиться. Такой из меня себе мусорщик. Ты понимаешь? Даже, походу, чтобы стать мусорщиком, нужно высшее образование. Сверху можно? О, и сверху вот. О, красота! Спасибо за идею. Все, мой мир теперь не будет прежним никогда точно. Поднимаем все это барахло и катим. Ну, вот ты посмотри, какая красотень. Явно для этого не предназначалось все это дело. Но, но действует, оно работает. Надо разработчику доработать этот момент, чтобы все это не тряслось. Как будто так делать нельзя. А зачем я сюда-то на склад увез? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нам же вон туда надо. На переработку. А, черт! Один вываливается и упал. Ну, ничего страшного. Он уже все равно приехал в пункт назначения. Также мне в комментариях говорили, что у компа, вот здесь вот, я могу назначить вес одного пакета. Смотри, вот я делаю один килограмм, а следующий пакет хочу пять килограмм. Я просто это уже проверил, и это нифига не работает. Запускаем. А, тут не запустится, блин, нужно что-нибудь другое. Нужно что-нибудь другое. Где у нас вес есть? Тут тоже веса нету. Короче, смотри. Вот здесь вот у нас стояло по 14 килограммов опилочек нам. По 38, по 38. В итоге он выдает все равно по килограмму. Видишь, мешок опилок один килограмм. Так что, неважно, сколько я здесь выставлю, это вообще никак не влияет на вес одного мешка. Если я здесь делаю 6 килограмм, это значит выйдет 6 упаковок по одному килограмму. Это я уже просек эту фишку. Я тоже вначале думал, почему бы не сделать один пакет в 20 килограмм. Ну, потому что так нельзя в этой игре, увы. Шестой день подходит к концу, и мы умудрились закрыть последний контракт. Сегодня последний день его вообще. Контракт по опилочкам. Доставка. Кстати, знаешь что? Контракты не всегда выгодны по деньгам, нежели продать это все на рынке. На рынке всегда можно найти предложение с завышенной ценой. Вот как сейчас 7 долларов, например. А по контракту я буду продавать по 6 долларов. Но в контракте есть объем, а на рынке объема нет. Тут вот 25 единиц и все как бы. Больше ты не продашь. А по контракту мне там 40 надо единиц продать. И этим контракты хороши, конечно. Посмотрим, что мы можем еще взять. Значит, прессованная бумага за 2 дня это слишком. Вот 48 единиц прессованной бумаги за 3 дня. В принципе, можем это сделать. Возьмем. Возьмем. По пластику. Когда же уже трубы-то я начну делать? По пластику 2 дня, 3 дня. Цена, конечно, хорошая. По сравнению с рыночной в 324 бакса. 435 это прямо хорошо. Давай попробуем взять. Попробуем все-таки сделать. По опилкам 1 день это нет. 4 дня, да. Возьмем. По стеклу. Последний день мы не будем это брать, конечно. Один день остался. Ну и тут какие-то стеклянные банки, которые мы не умеем производить. Теперь идем в сделки и смотрим, где у нас есть большой объем пластика. Нам нужен желтый цвет, а его здесь нигде и нету толком. Кроме как вот эта заправка, тут совсем чуть-чуть ее. И вот тут вот еще в General. Но заправка, конечно, выгоднее, потому что тут бумаги дофига. Да, бумаги 51. Пластика 37. Короче, давай-ка в сделочку залезем. Поторгуемся. За 135 я бы приехал. Да ладно, давай сразу сотку. Начнем в соточке, чтобы они офигели. Все, что я могу предложить 100. 103. Ха-ха-ха! 137. Давай за 130 я приеду. Давай, давай, давай. Сделка 130, так и быть. Ты не пожалеешь. Окей. Классно, вот обожаю. С этой функцией игра приобретает новый окрас. Это же обалденно, что ты можешь торговаться. Теперь идем спать и завтра с утра мы отправляемся в путь. Дрыхнем. Шестой день подошел к концу. Мы в минусе, нифига себе. Это потому что я всего один контракт сделал и ничего на рынке не продал. Ну ладно, не страшно. Деньги у нас все равно имеются. У нас 820 баксов в кармане, поэтому жить будем. Ну что, я поехал, ты жди. Я скоро примчу. У меня два места. Едем вначале в новое, в котором мы еще не были ни разу. А потом с этого же места, ну поскольку грузовик нам позволит, уедем сразу же на заправку. Опа. Давай внутрь зайдем. Впервые. А, нет, мы ж тут были. Мы ж тут были. Точно, точно, точно. Тут ничего вскрыть нельзя. Не, а походу нельзя. Ладно, тогда я быстренько еще тут уберусь. Мешки, мешки, мешки. Точно про мешки. Мне сказали в комментариях, что нужно мешки прикупить новые, синие. И тогда мне будет счастье. В магазин забыл сойти. Ладно, сейчас приедем домой. Я в магазин обязательно сбегаю. Посмотрю, можно ли прикупить новые мешки. В этот раз туалет не заперт на отмычку, как это было в прошлый раз. Тут, в принципе, уже ничего нет. Туалета тоже тут нету. Один туалет на две кабинки. Шикарно вообще сделали собственники этого здания. Здесь все. Едем на другую площадку. Прямо отсюда. Идти. Проехали. Открываем. Мой грызовичок сегодня забьется под завязку, я чувствую. Про бочки тоже надо мной поржали. Типа болгаркой бочку взрывоопасную с топливом резать. Аж взорвется, типа намек на то. Ну а что, я же в игре. Я же не в реально жизни. Опа. Опа, на. Нифига себе. Я же в игре, а не в реальной жизни буду пилить эту бочку. Конечно же, в реале болгаркой пилить взрывоопасные бочки не круто. Блин, здесь тоже сундук, который взламывать ломом нужно. Ну а, дайте мне что-нибудь попроще. Мне до этих сундуков еще качаться и качаться. Чего они соблазняют меня? Я бы здесь и газовый баллон болгаркой распилил. Раз он тут стоит, он, наверное, пустой. Засрали заправку, конечно, сильно. Очень сильно. До фига бумаги и пластика. Это, с одной стороны, хорошо для меня. О, металлическая труба. Чего она тут делает вообще? Кидаю ее. Мороженка есть в морозилках? Я думаю, если бы она там была, эта мороженка, она бы там уже скисла, протухла. Есть такое, нельзя было бы. Ну, вроде бы все. Сейчас я вот этот мусор туда перекидываю. До обеда я управился. Рано-рано встал и мусора набрал. Я красавчик. Сейчас, как мой подопечный-то, обрадуется. Сколько ему разгружать грузовик придется. Работа, непочатый край. Как хорошо, что я плачу ему за сутки 15 баксов, а не за количество разгруженного мусора. Возвращаемся домой. И сейчас первым делом надо забежать в магазин, посмотреть мусорные пакеты. Синие. Синие мусорные пакеты. Можно ли их там купить? В магазин. Надо было открыть машину. Он же сам не додумается открыть ее. Оборудование, улучшение. Вот! Вот они! Нести больше одного пакета. Большой мусорный мешок за 750. Покупаем. Это, конечно, очень дорого. Но ничего. Я сейчас это все отобью. На своей мусорке. И знаешь что? Я думаю, что все-таки мы сейчас наймем еще одного чувачка. Кто у нас тут? Мишель есть? Тимо? Тимофей? Или Тимоха? Тимофей! Пошли ко мне! Я тебя нанимаю. Вожли, вожли. Работы сегодня, непочатый край. Вон, уже бежит. Уже трясет своими оранжево-желтыми булочками. Все, вперед, поехали. Поехали. Кто-нибудь один, давайте на переработку. А то у меня что-то с переработкой там глюки. Мне 100% не дают. Иди, сортируй. А Роха один тут справится. Ему не привыкать. Тащи по крышке, молодчик. Ты прям как Халк. Скоро им станешь, по крайней мере. Там все перерабатывается. Я сейчас пойду, посмотрю, что у нас по контрактам еще есть и по сделкам. Появились ли новые места для сделок. О! Смотри-ка. Какой-то порт появился. Ранее его не было. Очень здорово. Причем порт не один, а целых два. И разные собственники. Ага. Ну, короче, я думаю, вот в этот порт можно сгонять за 85. Поскольку у меня 70 баксов осталось. Сторговаться с ней и поехать. Давай, короче, торгуемся. Я готов за 50 приехать к тебе. Мне еще на мороженку оставь. 70. Я думаю, 73 лучше. Блин. 65. 65. Я готов. Я уже прям вот 70. Смотри, как торгуется. Нет у меня одного бакса, понимаешь? Нету. Давай 68. А 68 я бы приехал. Короче, цена. Договорились. Парухам. Все, я сейчас к тебе приеду. Принято. Вот это я, да. Два бакса мне как раз на мороженку хватит. Ребята, вы там все пересортировали? На сортировке все? Иди сортируй. Я поехал по важным делам. Сейчас приеду скоро. Поедем, посмотрим, что в порту. У-у-у, классно. Классно. Как я люблю газовые баллоны и бочки взрывоопасные с топливом. Так, у нас же куплен пакет новый, да? И вместимость у него уже не 10 килограмм, а 15, между прочим. Вот заодно и протестим. Будет у меня один мешок сейчас или два. Забыл открыть машину. Тут вроде бы как... Вроде бы как можно перепрыгнуть типа туда. Нет, перепрыгнуть никак. Но по ящикам и по контейнерам без проблем. Хочешь, прыгай. Что это за улица тут вообще? Корабли жалко, не видно. Вот коробочка еще скинем ее. Ой, сюда можно? Но тут ничего нету. Будет прикольно, если я в какой-то контейнер смогу зайти, где убитая тачка. И ее можно раскурочить на металлолом. Было бы забавно. Ну так вот, видишь, заглядываешь в контейнеры, они пустые. Там машины чего нету, кроме мусора. Типа, откуда они вообще приехали, эти контейнера? Там что-нибудь видать? Нет, ни фига. Палеты есть. Шестереночки. Порт этот, короче, как бы сбалансирован. Тут и металла. Ну тут всего, короче, хватает. И пластика, и стекла. Хотя по стеклу что-то я... Я бы так и не сказал, что его хватает тут. О, газовый баллон. Пропановый, небольшой. Смотри, у меня, короче, пакет заполнился. Но собирать мусор я больше не могу. Нельзя собирать мешок, потому что он забит. Сейчас я его выкину сюда. Вот он, синий. Нести два мешка. Ну, сейчас, короче, попробуем. Сейчас попробуем. Я соберу еще мусор. И посмотрим, смогу ли я нести два мешка за раз. Вот сюда еще может... Ого, сколько тут коробок. ТНТ? Нет, это не ТНТ. Прикинь, как бы я офигел, если бы это была взрывчатка там. Просто весь контейнер набить ТНТ. Я бы там даже пернуть побоялся бы. Скучно, скучно. Тут главное не упасть в просак. А то мне тут никто не поможет. Я один здесь. О, сундук ли? Ха, походу, кто-то контрабандой сюда боеприпас перевез. Но я, конечно же, лошара его не смогу открыть. Опять меня тут соблазняет. Так, значит, вот по мешкам все. Типа вот два мешка я беру. Нет, ну что значит дополнительный слот для мешка? Как вот его обозначить? Как это понять? Просто мешок стал более вместительный и больше. 15 килограмм вместо 10 это как бы ок. Но два мешка нести за раз я не могу, к сожалению. Это обидно немножечко. Все, здесь все. Поехали домой. Надо бы закругляться и контракты поделать. У нас, кстати, по пластику последний день сегодня. У-у-у. Ребята, разгружаемся. Надо посмотреть по пластику все у нас или нет. А то мне сейчас еще куда-нибудь на выезд придется ехать. А как? А денег-то нету? А как я поеду-то? Денюшки. Итак, все. Кончились. Так. Выставляем, значит, пластик. А, ну тут все выставлено. Все ок. Ого, пластик-то у меня сколько! Хорошечно. Нам нужно 54 единицы. Вот, я даже не знаю. Сейчас тут 30. И тут еще парочку. Не, у нас мало пластика. У нас очень мало пластика. Тут у меня еще 4 блока висит. Так, а как мне тут выехать? У меня и опилки преградили путь. Опилок-то опилок. Они все продолжают штамповаться. Поскольку рохля у нас там забаррикадирована, придется сейчас все это сюда. Блин, время 18 вечера. По пластику жопа. Все, наконец-то. Здесь, короче, палет с опилками можно проехать. Он нам никак не мешает. Эй, 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 тихо. Пластик бери. Пластик бери и поехали. Вот так вот. Да, немножечко жестковато. Пластика нам не хватило. Еще 18 единиц. Мощно, конечно, смотрится, когда рохля везет такой объем опилок. Она сама такая махонькая. Смотри, какую фишку придумал. Значит, мне рохлю тащить ради вот этих 4 мешков лень. Я, короче, беру в один мешок, тяну его по максимуму, вот куда могу. Короче, где-то... Эй. А, разорвалась. Ладно, кидай здесь. В общем, смотри, какая схема. Надо, чтобы не разорвалось. Вот типа красная. Вот сюда вот все это перекидываю. И дальше таким же темпом. До палета. И вот сюда теперь это все складируешь и все. Вот тоже такая схемка есть. Оп. И все. И рохлю толкать даже не надо. Опилок у нас просто туево куча. 87 единиц. Нужно всего лишь 30. Мы сейчас можем, в принципе, закрыть контракт по ним. И ехать в ночную смену, чтобы... Чтобы по пластику у меня профаниться. Доставка. И сделку по пластику мне нужно. Пластика у нас на заправке достаточно. Давай поболтаем с тобой. 137 долларов просит. Я готов за 90 приехать. Уж как бы. Давай договоримся. Не, давай еще раз скажу ему 90. Посмотрим, что он скажет. 103. Неплохо скинул. А я буду настаивать на своем. За 90. Ты предложил эту цену только что. А я предлагаю 103. Ты помнишь? 103 это прямо отличная цена. Ладно, давай 95. Что скажешь? Долго думает. Хорошая цена, договорились. О, за 95. Вот это я с ним сторговался. Хорошо, я еду. Я прямо сейчас и приеду к тебе. Ребят, вы ушли? А нет, они еще тут тусуются. Ну, тусуйтесь. А я в ночную смену погнал. Ааа, время закончилось рабочее. Прикинь. Все, с пластиком я походу пролетел. Вот это да. Вот это да. Ааа, я-то думал, я в ночную могу уехать, а оказывается нет. Сейчас меня штрафанут походу первый раз. Нифига себе, минус 928. У меня столько денег-то и не было. Я сейчас конкретно минуси, ты представляешь? Еще и двух рабочих нанял. Экономика это не моя сильная сторона походу. Мне нужен срочный экономист или бухгалтер. Нет, лучший экономист. Минус 108 долларов на счету. Хорошо, что я взял одну сделку. Потому что если бы я ее не взял, у меня бы вообще сейчас не было наличности. Я бы не смог что-то куда-то поехать. О, интересное место какое. А если я просто возьму? Нет, договор нельзя нажать, потому что денег нет. И в минус я тоже ничего не могу взять. Я могу в кредит опять влезть. Но я тогда точно не смогу это все выплатить. В общем, поехали. Поехали на заправку. Захожу внутрь. А тут кастца. Но она уже кем-то вскрыта. Не фартануло мне сегодня на кассу. Смотри, что я тебе сейчас покажу. Я офигел. Это просто шок. Ну, во-первых, тут два омывальника. Два зеркала. И если вот так вот заглянуть. Унитаз раз. Унитаз двас. А валы... Вот тут, наверное, унитаза нет. Но это узнать мы никак не можем. Не залезть. Первое место, где есть два унитаза. Но, правда, здесь три кабинки. Обычно всегда по две их я нахожу. Мне кажется, если кто-то мотает мои ролики, то они с унитазами тему не поймут. Поймут только те, кто реально полностью ролик смотрит. А так, знаешь, чувак перематывает на середину, короче, и смотрит. Блогер просто унитазы считает. Какой-то бомжат. И зачем? Для чего? У него что, фетиш, что ли, на унитазы грязные? Ну, короче, странная тема, да, если так вот подумать. Тут закончили, поехали домой. Я только домой приехал. И знаешь, что подумал? Что меня не штрафанули за просроченный контракт? У нас нулевой день идет. Вот если я сегодня просрочу, то он у нас точно штрафанут. И очень жестко. Слушай, я зашел в магазин, и в прошлый раз мне давали продвинутую сортировку. Но здесь она залочена. Я только сейчас об этом вспомнил. Тут написано, что, чтобы разблокировать, нужно сортировать 10 раз. Чуваки, подождите! Мне, походу, надо самому отсортировать. Вы там все отсортировали. Мне, походу, надо самому. Подождите, подождите. Я уже не помню, сколько раз я сортировал, но... Видимо, мне нужно самому этим заняться. Или, в принципе, 10 раз отсортировать что-то. О, соточку дали. Хорошо. Короче, походу, сортировкой надо почаще заниматься, чтобы получить улучшенную сортировку. Продвинутую сортировку. Я еще, знаешь, что думал? Чтобы рохлю сюда не катить, можно же просто вот так вот кидать туда. Я, конечно, не геракл. Я как в штаны накакал, поэтому... Да-да-да, шуточка из моего детства. Но я хочу сказать, что такая тема имеет место быть. Почему бы и нет? Может быть, тогда же и быстрее. А то пока ты там красивую выкладку делаешь на палете с этими ящиками, я вот уже тут что-то начинаю перерабатывать. Я только что узнал, что можно не плюсовать вот так вот, а сделать вот как. И не заморачиваться. 50 килограмм нам, пожалуйста. Смотрим. Все идет. Все хорошо. По килограммчику. А тут завал. И тут завал. Сейчас, короче, по моей новой технологии будем пробовать. Огромную кучу металла. Металла. Будем сейчас закидывать. Вот тут красная линия. Все. Вот сюда перекидываем. Давай-давай-давай-давай. А! Оборвалась линия. Черт. Немножко тороплюсь. Вот сюда давай. Вот. Блин, это... Не, так неудобно на самом-то деле почему-то. Не, не очень удобно. Линия разрывается. Так что палеты все-таки удобнее. Я сейчас возьму и бесшовно загружу весь пластик. Готово. Смотрим. Весь пластик загружен. Ну что, удобно же. Я, короче, понял, что у меня огромная куча материала на складе сейчас. И я могу позволить взять контракты какие-то и прямо сразу же их и сдать, в принципе. Не, ну это, конечно, жестко. Ты посмотри. У меня первый раз, чтобы так склад был забит. А теперь бежим. Бежим сдавать два контракта, которые у нас еще остались. Контракты мы сдаем, значит, прессованную бумагу. Пятый уровень. Новая область. Плюс одна компания. И сборщик мусора у нас появился. Класс! Один помощник нам доступен. Это ли не радость дня? Только вот ему же зарплату надо будет платить. Пластик тоже сдаем. И давай посмотрим, какие контракты мы можем себе позволить, чтобы сразу же их сдать. Почему здесь нету вот кнопки склада, чтобы посмотреть, сколько единиц материала у меня сейчас на складе? Мне приходится на рынок заходить. Значит, смотри, пластиковый у нас 8 единиц, бумаги 8, опилок дофига. Вот опилки мы можем сдать. Стеклянная пыль дофига, металла дофига. Металл нам сейчас вот, скорее всего, открылся, да? Да, контракты по металлу нам доступны стали. С пятым уровнем нашей компании. Значит, смотри, 54 единицы. Это до хрена у меня столько нет. 48. Ну, короче, вот, 48 мы можем, в принципе. А раньше была здесь кнопочка сделка или нет? Дай-ка зайду. Приветствую, я пишу насчет предложения. Здарова, у нас срочный заказ. Нам требуется ваша услуга по бюджету 442 доллара. Почему я кнопку сделки раньше здесь не видел? Как я так ее пропускал-то, блин? Она тоже тут есть. Короче, давай за 500 забирай. За 500 отдам вообще как нафигел. Ну, рожай давай. Условия приемлемы на 500. Нифига себе, сразу согласился? Класс. Давай, за 500 покупай. Договор. И я сразу тебе это сдаю. 500 баксов подняли. Классно. Так, по стеклу. По стеклу у нас стекла мало. Хотя вот 30-ка есть. А у меня сколько там было стекла? Стекла, стекла, стекла. 39. О, по стеклу давай. Контракт по стеклу. Здесь 42. В общем, сделка. Я могу тебе сразу же предложить. Сразу же. Но за... Давай за 400 ему пахнем. В два раза почти цену подняли. 289. На 2 доллара поднял? Это что, шутка что ли? 350 давай. Я снижаю. На снижение пошел я. Мы согласны на 350. То есть 400 он там на 2 доллара все поднял. Ох, жулики. Ох, бизнесмены. Ладно. Договор. И сразу же сдаем. Дальше. По опилкам. По опилкам. Опилок у нас просто целая куча там лежит. 42, 48. У нас их в районе сотни, да, опилок же? А, нет, 63 всего. Ну, давай, короче, вот это вот возьмем. Сделка. Я хотел бы поторговаться. Прям так уже говорю. По предложениям в объявлениях. 385. За 500 забирай. За 500 отдам. Быстро. Прям сейчас можешь возить. 300. Нет. Чего за фигня? 550. Повышение. Дальше дороже будет. 432 уже. А я такой 600. Нафиг. 600. 443. Чуть-чуть поднял. Ладно, давай за 450 добьем вот так вот ему. Добивочку. И по рукам. Договорились на 450. Слушай, они такие вообще сговорчивые ребята. Никто меня еще не послал по ценам. Так что очень даже хорошо. Договорились. И доставка. Ну вот. Отличный денек. И 2000 баксов у меня в кармане. Идем теперь во вкладку персонал. Сборщик мусора. А че это? Подождите. У меня же был сборщик мусора. Мне походу кого-то уволить надо. Давай вот Роха тогда уволим. Роха, ты уволен. Ты слишком долго у нас работал. Но это мне ничего не дало. Я, короче, лошара. Взял Роха и ни за что уволил. Патрик зато появился. Так, я не понял. Мне давали сборщика, помощника по сбору мусора. Мне его купить что ли нужно? Или как? Где мой чувачок-помощник? Что за кидалово? Вообще не понимаю. Так, а может мне нужно подойти к нему и сказать, поехали со мной? Сортировать отходы. Хм. Печаль. Ну и под конец сегодняшнего дня я предлагаю все-таки увеличить границы нашей фабрики. Давай мы на нее сейчас посмотрим, на нашу фабрику. Фонарик включу. Как бы, ну вот. С высоты лестницы как-то так. Так, теперь идем и смотрим. Фонарик выключу. Смотрим, насколько это все улучшится. О, разблокировано шестой. О, новая область, монтировка доступна. Контейнер для переработки и машины второго уровня. Классно, классно. Но денег у меня на это все нету, к сожалению. Так, и что границы? Ты видишь какое-то улучшение? Может там вот больше места стало, да? Вот стеночки. А, ну вот. Вот это вот место больше стало. Слушай, вот тут, вот тут. Что это? Вот тут вот место появилось. Да, 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 да. Точно увеличилось. Вот эта стенка раньше вот тут вот проходила. А теперь и здесь место есть. Как бы границы точно увеличились. Не зря бабки потрачены. И вот здесь вот тоже увеличилось место. Здорово. Теперь я бегу покупать монтировку или лучше нет. Это следующим днем и вообще в следующей серии. А на сегодня мы отправляемся на покой считать свои бабки. Значит, заработали мы сегодня отлично. 2119 баксов. Минус счета, минус зарплата. И кредит, в принципе, очень даже не дурно. Следующий день. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Иду сюда. Идем в магазин. По улучшению ничего. Монтировка не такая дорогая, как отмычка. Помнишь, отмычка 600 баксов стоила, а монтировка всего 300. Покупаем. Жалко, поторговаться нельзя в магазине. Ох уж эта привычка. А вот, кстати, пресс-бумага новая. Нифига себе цена. 2200 баксов. И здесь... О, новые машины. Более крутые. Но цены у них, конечно, кусучие. Придется зарабатывать бабки. Так, а у нас еще был... Вот, контейнер для переработки. Что это такое? За 850. Я так считаю, что это под конвейером. Вот здесь вот это встанет. А нафига оно тут будет стоять? Ну, в общем, как-то так. В следующей серии нас ждут огромные перемены и огромные машины. Новые машины. Вот это вот я не знаю, куда девать. Старье, как их менять? Можно ли старые продать? Денеги за них выручить? В общем, будем разбираться. И я думаю, что в следующий раз у нас будет седьмой уровень. И мы сможем все-таки нанять помощника-мусорщика. Но так ли это или нет, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть больше роликов по этой игре, не забывай ставить лайки, подписываться. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что, до встречи.